Почему именно вот Воротникова открыла багажник? В первом сезоне была не только балерина. Один курьезный случай, мистером Икс была Катя Лель. Конечно, как я уже говорил, не может быть такого, чтобы багажник или там шкаф, или чемодан, ну, смотря как испытание построено, чтобы этот багажник не был открыт с тем, кто находится внутри. Конечно же, не может быть такого. Здесь я могу говорить только про два случая. Потому что я не могу сказать, как в первом сезоне Наталья Воротникова именно открыла багажник. То есть, своими ли способностями, какой-то подсказкой или еще чем-нибудь. Потому что вот тогда я не участвовал в подковерных играх. Я смотрел на все широко открытыми глазами. Мне было... Я ловил кайф от того, что я нахожусь на этой программе, на какой-то значимой, большой. Ну, и вообще, что я участвую в этом процессе. Вот. И поэтому для меня это было еще вот такой вот волшебный мир телевидения. И я в этом участвую. Поэтому я не могу сказать, почему именно Воротникова открыла багажник. Это сейчас я могу какие-то вещи догадываться или еще что-то. Вот. У Воротникова очень хорошо себя... Ну, как? Она не очень хорошо себя преподносила. Были намного ярче персонажи. Просто там была в момент съемки в одной... И это можно увидеть на первом сезоне. Она пришла, Воротникова, в такой шляпе. И она как-то так посмотрела. И вот этот момент засняли. И его немножко так пролонгировали. И получилось, что Воротникова таким ведьманским... От слова «ведьма» взглядом из-под шляпы провела глазом. И вот типа все покукожились, покорежились. Ну, то есть, это был хороший момент. Вот просто-напросто. Если Воротникова не посмотрела вот так из-под шляпы. И это не ухватила камера. То вот этого момента не было. Его можно увидеть, этот момент. Его часто тиражировали, этот момент. Сама ли она нашла человека в багажнике или не сама? И вот не буду говорить ничего. Но в Comedy Woman есть такой момент. Там Мария Федункев, если я правильно называю ее фамилию, они изображают, девушки из Comedy Woman изображают битву экстрасенсов. И Мария сидит и говорит, я знаю, где человек, в каком багажнике лежит человек. И все у нее спрашивают, как ты знаешь, как ты знаешь? Ну, возле которого будет стоять оператор и свет. Там и будет лежать человек. Но как иначе? Потому что, ну, как бы, представляешь, стоит там 60 машин. И именно в этот момент, если посмотреть съемки, вот это вот все крупным планом, как открывается багажник, как появляется человек из багажника и все прочее. То есть, это значит, нужно или переснимать, или знать, где это будет снято. Ну, любой телевизионный человек это понимает. Потому что, если я подошел в один конец и сказал, что вот здесь вот лежит человек, а оператор находится у меня, там, в 40 метрах от меня, он не снимет вот этот вот красивый выход и красивое распахивание багажника так, как это показывает на экране. Я говорю о том, что есть некие косвенные признаки, которым, понимаешь, экстрасенсы могли сказать, что я сейчас не говорю, что именно этими словами. Но в дальнейшем, поработая, ну, если бы я владел информацией, да, в каком багажнике лежит человек, и вот я бы мог сказать, что, типа, двигайся в том-то направлении, где выставлен там свет, или там находится оператор, или еще что-нибудь. Ну, то есть, всегда можно экстрасенсу рассказать некие признаки, по какому пути нужно двигаться, чтобы правильно найти. Про ширму. На съемках ширмы все происходит, в принципе, также очень много людей, значит, приходит в зрительный зал. За ширмой происходит некое или действие, или, ну, мы все знаем, что там периодически появляется или картина, или люди, или человек что-то делает, а экстрасенс за ширмой должен пояснить, что же там происходит. Да, первый сезон была балерина. Вот. Но, по большому счету, я не помню, чтобы кто-то что-либо там особо угадывал. Дело в том, что, сейчас я поясню, видимо, даже то, что ты не знаешь, в первом сезоне была не только балерина. Одни съемки происходили, за ширмой была балерина, а вторые съемки происходили, за ширмой был культурист. Этого очень мало, видимо, кто-то знает. Вот. И... Но, видимо, с культуристом было совсем все плохо. И поэтому, вот, когда при монтаже, наверное... Потому что кто-то же из экстрасенсов говорил, что там человек стоит в какой-то такой позе или в такой позе. Ну, могло быть такое-то, если пересмотреть. Понимаешь? И, видимо, более вот этих попаданий, оно было более к... К балерине. И поэтому, в общем, в итоге оставили то, что там балерина находилась. Подожди, извини. То есть, было две ширмы или была одна ширма? Ну, как две. Она была одна. Просто, например, сначала была балерина, всех экстрасенсов прогнали. Потом был культурист, всех экстрасенсов прогнали. А уже по... 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 По результатам съемок Оставили балерину. Может быть и так, как я сейчас понимаю, что все равно кто-то куда-то должен был попасть. Правильно? Ну, и плюс еще, это был наш первый опыт. И... То есть, не отработано, не накатано. Это были съемки вообще первого испытания. И, может быть, вот такое решение было. То, что одним показывает одно, другим показывает другое. Ну, то есть, вот тут я не могу сейчас судить, почему было так. Это уже потом появился только один человек или один образ, или один предмет. Но вот в первом сезоне было два... Две съемки, которые свели в одну. Вот. И там уже, конечно... Ну, кто-нибудь да рассказал, что там находится человек, который там стоит в какой-то позе. Вот. А это могло быть как на съемках культуриста, так и балерина. Там человек в какой-то позе по-любому стоял. Вот. Но, в принципе, в этом ничего страшного не было, мне так кажется. Потому что нужно было дальше людей отбирать на... На десятку, вот именно на съемки в готическом зале. Мы сейчас говорим о съемках испытания Мистера Икс. Можно вспоминать какие-то разные курьезные случаи на этих испытаниях. Их было и много, всяких разных случаев всего не запомнишь. Мне просто, так как я работал, например, был участником этих съемок, то на втором сезоне мне запомнился просто один курьезный случай. Мистером Икс была Катя Лель. И, например, одна из участниц это была Валентина Никитенко во втором сезоне. Вот. Она пошла на съемки Мистера Икс. И вдруг приходит к нам Анна Девицкая и говорит, она прямо вот зашла и прямо рассказывает, что вот она стоит в этих в очках непрозрачных и говорит о том, что вот я слышу здесь вот музыка уси-пуси, муси-муси. То есть это видно на съемках. Она говорит, дело здесь не чисто, давайте как-то мы вот это проверим. Я не буду врать, что я говорю, так, ребята, извините меня, но я полез к Никитенко в пальто, достал ее телефон, открыл смс-ки, это я лично сделал, открыл смс-ки и там было написано, за ширмой Катя Лель. И, да, это, видимо, кто-то в тот момент еще были испытания, когда мы не отбирали телефоны у людей, у претендентов. И, видимо, те, кто, ну, кто-то из подруг Никитенко по цеху, так сказать, вот, кто-то уже прошел это испытание, Никитенко просто-напросто прислал смс-ку, кто там был. Поэтому вот такое вот, типа, слышу музыку, там, муси-пуси, пуси-муси, вот, и, то есть, мы поняли, что просто-напросто ей кто-то из тех людей, которые уже прошел испытание, ей просто прислали смс-очку, и Валентина Никитенко уже знала, кто там за ширмой. То есть, вот такие вот случаи тоже бывали. Субтитры создавал DimaTorzok